Каникулы с пользой. С начала июня в регионе начали работу профильные пришкольные лагеря. Всего в области их посещают 83 тысячи детей. В учебных заведениях действуют языковые и дебатные площадки, школы Олимпийского резерва и более 800 творческих кружков и студий. Как проходит летний досуг в школе лицей номер один, расскажет Айдана Папанина. Утро детской пришкольной оздоровительной площадки начинается с динамичной зарядки. Около 200 ребят весело танцуют и повторяют движения за вожатыми старшеклассниками. Ученики начального звена школы лицея номер один после разминки отправляются на завтрак. Они знают, что сегодня их ждет насыщенный и полный увлекательными событиями день. Данную площадку посещают учащиеся с 1 по 4 класс без ограничений. У нас в школе организовано 5 отрядов в зависимости от 25 до 45 деток в одном отряде. Данную площадку посещают дети с удовольствием, потому что многие родители заняты на работах. Некогда заниматься досугом детей, а здесь в школе они под присмотром. И у нас очень большая обширная программа. Программа в лагере разнообразная. За 10 дней ребята успели посетить множество культурных и развлекательных объектов города. Школьники побывали в музее, театре, аквапарке и даже в Сосновом Бару. Помимо этого ребята знакомились с работой спасателей и полицейских. Выезжали в кинологический центр. Мне так понравился летний лагерь. Мы ехали в термопарк, ходили в кино. И вот эти различные заведения ходили. Мне так понравилось, что это невозможно забыть. Дружный класс, дружный был у нас отряд. Третий отряд у нас. Вообще очень хорошо. Я не хочу его заканчивать, хочу, чтобы он был бесконечным. В школе-лицеи действуют кружки. На уроках ИЗО, которые сегодня называют художественный труд, ребята берут в руки кисти и краски. Задание преподавателя нарисовать попугая. Языковые площадки здесь тоже есть. В кабинетах педагоги с учениками разучивают новые слова и играют в развивающие игры. Кружки у школьников чередуются. Хореография, спорт и новые знания. Каникулы детей проходят с пользой, отмечают педагоги. Ребятам занятия очень нравятся. Я считаю, что они развивают мышление, творчество учащихся. На уроках казахского языка мы выполняем разные задания. Используем множество технологий. Учим слова. Старшеклассники школы-лицея состоят в экологических отрядах. Около ста активистов участвуют в озеленении территории. Поливают цветы и деревья. Всего в области таких трудовых бригад более 500. В них будут задействованы почти 100 тысяч школьников. Мне нравится летний лагерь. Мне самое большее понравилось, что мы ходили в кино на Человек-холк. Мне посоветовала мама лагерь. В заключительный день первого сезона отличившихся учеников наградят грамотами. И уже с завтрашнего дня школа наполнится смехом и улыбками детей из второго потока пришкольной площадки «Солнышко». Айдана Папанина, Диас Бесенов, телеканал Костанай.